Продолжаем, продолжаем публикацию статей про Арашуковых. Чтобы не забывалось, чтобы продолжалось расследование, чтобы не было таких людей во власти, чтобы не было коррупции и произвола, чтобы люди, приходящие во власть, занимались стороной, улучшением жизни людей, а не набиванием своих собственных карманов. Чтобы помнили, что они оставят после себя, добрую вечную память народа или ненависть потомков, как люди, вначале проявляющие вполне человеческие добрые начала, превращаются в жестоких, лицемерных, бездушных чиновников. Итак, начинаем чтение статья из комсомольской правды. И на пары не ходил, и на вручение красного диплома не пришел. Как не учился сенатор Арашуков? Комсомолка поговорила с первым учителем, однокурсником и коллегой арестованного парламентария. Рауф Арашуков. Подпись к снимку. Однокурсники утверждают, что Рауф Арашуков проплатил свой диплом, а коллеги по Думе не помнят его ни на одном из заседаний. Классная руководительница сенатора в начальных классах школы номер один в родовом селении Арашуковых Хабес, Аминат Шхагошева, услышав, что речь пойдет о ее бывшем ученике, чуть не расплакалась. Я же его знала как хорошего и очень доброго мальчика, запрочитала Аминат Паковна. Поверить не могу, что он мог заказать убийство, но говорят, что это так. По словам Шхагошевой, Арашуков знал, что он из богатой семьи, но не кичился этим. Он часто помогал всему классу в нашем бедном ауле, платил взносы за тех, у кого денег не было, не хамил, деньгами не сорил. Вопрос. А в интернете пишут, что он платил 500 рублей за то, чтобы ему шнурки одноклассники завязывали. Ответ. Да вы что, я больше поверю в то, что он их просто так отдавал. По словам Шхагошевой, Рауф перебивался с троек на четверки, хотя старался. Однажды Рауль Турбевич, арестованный отец Рауфа Арашукова, примечание редакции, попросил меня позаниматься с ним дополнительно русским чтением. После этого у него по чтению всегда были четверки. Читать он стал лучше. Фото. Подпись к фото. Сенатора Арашукова задержали по подозрению в заказных убийствах и других тяжких преступлениях 30 января. Вопрос. А вы знаете, что на допросе в Следственном комитете он сказал, что русским не владеет, и попросил переводчика? Ответ. Да вы что, честное слово, не могу объяснить, как он может не знать русского языка. Да, он был средним учеником, но я уверен в его знаниях. У Аминат Шхагошевой Арашуков учился до четвертого класса, а после перешел в другую школу в Ставрополе, которую закончил экстерном, а в 16 лет будущий сенатор уже подал документы на юрфак Ставропольского государственного университета. Итак, слушаем интервью корреспондента с первой учительницей Рауфа Арашукова Аминат Шхагошевой. Аминат Пакована, ну вот вы были первой учительницей Рауфа Арашукова, правильно же? Я и за первой, и за второй, и за третьей, и за четвертой уже за все годы отработала. Из начальной школы я его выпускала. Каким он учеником был? Учился он, я не скажу, на твердые четверки, на пятерки. Он хорошистом не был, но был ответственным учеником, уроки делал, учил по технике чтения. Твердая четверка была. По математике он вообще любил математику. Всему классу он мог оплатить стоимость пионерской правды. Тогда же были времена такие, ребенок не мог вносить стоимость, цену этой пионерской правды. Он это оплачивал. Вообще я скажу, что он и отзывчив был, добр, я переживаю, у меня заплетают свои языки. Вот вы говорите, техника чтения он читал хорошо, это по-русскому, да, была техника чтения? Я знаю русскую языку по литературному чтению. Разве в начальной школе дети в совершенстве знают? Это к концу, окончание средней школы, ребенок не русский уже говорит в совершенстве, может быть. Понятно, что из богатой семьи был, вы говорите, помогал, покупал. А вообще свои богатства он как-то поставил себя выше других, или все-таки не было такого у него? Нет, 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 я не скажу, я не скажу. И то, что передают по телевизору, что он убил человека, я в это вообще не могу поверить. Как? Как такое может случиться с Рауфом? И вообще, почему республика все это держала в тайне в 10 лет? Где они были, правоохранительные органы? Если это так? Если сейчас это все всплыло, почему сейчас всплыло? Он был хорошим учеником, да и нормально учился, вы говорите, вот, ну, был... Нормально учился, средний учился, средний. Средний, это значит, имел все отметки. И тройки, и четверки, и пятерки. А вот была у него какая-то там, может быть, внешкольная деятельность, может быть, он в каких-то там мероприятиях участвовал? Конечно, конечно, очень любил на сцене. Например, у меня была практикантка, она готовила, по-моему, ко дню 23 февраля это было. И он пел с микрофоном в руке, прямо был на седьмом небе от того, что на сцене. Как и любой ребенок. Когда вы их выпустили, понятно, после четвертого класса, вы когда следили за их судьбой вообще? Что у них было, как у них было? Ну, конечно, следим, но они переехали же в другой город, в другой край. Но Рауф никогда потом уже не приходил к вам после того, как выпустили его их? Приходил домой, я не скажу, но его отец и он сам, яркое участие приняли в становлении, например, моего сына. Я его воспитывала, своего Аслана, без отца, без алиментов. Честное слово, я скажу, как брат, как отец, они помогали. Когда я их уже, я его уже не учила, а когда они уже не жили в ауле. Прямо деньгами помогали, продуктами, бывало, помогали. Супруга в ауле, Неля, приезжала прямо, спрашивала о том, как мы, в чем нуждаемся. Потому что мать одна воспитывает сына. Это тяжело или легко в этой жизни? А они вообще многим помогали, да? Многим в ауле, многим. Прямо, прямо я скажу, не то, что аулу, не то, что республике, краю, краю помогали, бывало. Аминад Паков, ну если ты что-то вспомнить, начальную школу, все-таки вы говорите, а помните, может быть, что он читал, или сколько он там по технике чтения слов, может быть, именно там было? Я с ним лично читала, рендер до Киплинга, Маугли читали. И он на последних страницах уже дочитывали. Он говорит, Аминад Паков, я принес фильм. Фильм, давайте мы посмотрим, говорит. Я говорю, и фильм мы посмотрим, но дочитаем эти 16 страниц. Эта книга объемом где-то, по-моему, больше 200 страниц. Как все ученики, ничего не предвещало никакой беды, абсолютно. Я не верю в эту беду, но беда случилась. А вы знаете, некоторые говорят, что он там вообще даже русский язык не знает. Вы как, вы можете в это поверить или нет? Ну, я не скажу, что он не знает, но... Но, я даже черкесское хочу выражение вставить в наш диалог. Сосфора, ну, честное слово, ну, не могу объяснить, как он может не знать русского языка. Но так, чтобы все объяснить доходчиво следственным органам. Но он же не юрист, я думаю. В смысле, по жизни. По жизни не юрист. Да, как все кавказцы. У Амината Шхагошевой Арашуков учился до 4 класса. А после перешел в другую школу в Ставрополе, которую закончил экстерном. А в 16 лет будущий сенатор уже подал документы на юрфак Ставропольского государственного университета. Интервью с однокурсником Рауфа Арашукова. Рауф был в списках зачисленных в нашей группе, вспоминает однокурсника Арашукова по очному отделению юрфака СГУ Михаил Иванов. Имя изменено по его просьбе. Впервые мы увидели нашего однокурсника через год, когда по всему Ставрополю появились плакаты с его именем, фамилией, фотографией и какими-то лозунгами. Но в реальности мы его так и не узрели. Даже на госэкзамен не пришел. Однокурсник вспоминает, что преподаватели всегда спотыкались на фамилии Арашуков во время переклички. Как только звучала его фамилия, в аудитории раздавался смех. На пропуски ему в журнале не ставили. Говорили, мол, он же депутат, ему некогда учиться. Свой диплом с отличием в 18-летий парламентарий тоже не пришел забирать. Красную корочку Арашукову вручили отдельно. Фото. Подпись к фото. По карьерной лестнице сын поднимался благодаря деньгам отца. Благодаря им же и учился. На вручение диплома запомнился выкрик из зала. А кто это такой? Смеялись все, включая преподавателей. Как мы позже узнали, вручение диплома у него было. В Хабезе на их базе отдыха был отдельный праздник по этому поводу. Выступала Сати Казанова и еще какие-то большие артисты. Продолжает Михаил. Предлагаю вам фрагмент этого интервью. Интервью с однокурсником Рауфа Арашукова. Расскажите вообще все, что вы знаете о своем однокурснике Рауфе. Знаю, что такой был в списках. То есть, в принципе, он не появлялся на парах, нигде вообще, в принципе, не существовало? За пять лет обучения ни разу не было. Ага. Но при этом вы точно уверены, что он был и ему проставляли оценки какие-то? Конечно, он был в списках, даже когда мы сдавали государственные итоговые экзамены. Ага. То есть, в списках он официально был, но, естественно, на экзамен не пришел? Конечно. Вот, ну да, в этот момент он уже был либо депутатом... Депутатом. Он в 17 лет, он в каком? В 2007 году мы закончили институт, университет, и где-то в 2006 или 2007 уже висели листовки по городу о том, что он там куда-то избирается депутатом. Да-да-да. Так и было, при том, что ему было тогда 17, и ему немножко подправили. Да, 17. Да, он младше меня на один год, я 85-го года, он 86-го года. Может быть, какие-то запоминающиеся моменты были просто? Да, в принципе, я же говорю, с запоминающих моментов, вот был один момент от вручения диплома, как бы смеялись всем университетам, что кто это такой, в принципе, даже смеялись преподаватели. В смысле, он пришел на вручение диплома или нет? Нет, конечно, нет. Смеялись преподаватели, когда, ну, банальная, да, там, еще первый-второй курс, скажем так, школьники, не совсем окрепшие личности, просто преподаватели проводили такую процедуру, как переклички там и так далее, то есть, ну, в таком духе. И некоторые преподаватели, они, а, ну, да, точно, фамилия, 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 ну, так с иронией, понятно, все понимали, мышки плакались, кололись, мы продолжали есть кактус. Все прекрасно все понимают, преподаватели, а, ну, да, ну, этот же, ну, как же я могу поставить, ему отсутствует. Да, интересно, интересно. То есть, это было исключительно, вот, флор имени, флор мощи и влияние в отца? Скорее всего. Да не влияние отца, а деньги, деньги, просто деньги, наверное, ну, не на верное, а сто процентов. Поэтому, как бы, нет, не учился он, если у вас этот вопрос интересует, то не было вообще ни разу, ни на одной паре, ни на одном экзамене. И даже на вручение диплома не пришел, да? Да нет, конечно. У него вручения нет, у него и вручение диплома было. У него был отдельный праздник, насколько вот на тот период времени я помню, у него отдельный праздник был вот этот вот хабес база отдыха. Они построили базу отдыха, и там был отдельный праздник по случаю получения им диплома. И даже в средствах массовой информации писали, что приезжали кто-то из, тогда, на тот период времени, вот эта вот группа, я не помню, как группа называлась, Сати Казанова. Угу, угу, понял. Вот, они туда ездили выступать. То есть, нам вручение к нему диплома, поэтому вручение диплома у него однозначно было, но свое. Немножко в другом формате, да? Да, конечно. Продолжаем. Мы дозвонились к коллеге Арашукову по четвертому созыву городского парламента Сергею Горло, чтобы узнать, был ли усердный депутат хроническим прогульщиком. Итак, Сергей Горло о работе в кавычках Рауфа Арашукова в Ставропольской городской думе. Вы думаете, он там, как Робеспьер, выступал с трибуны и пытался совершить революцию, спасти часть простого люда, несчастных и угнетенных, рассмеялся Сергей Алексеевич? Я ни разу не видел его в думе. Это единственный факт из его биографии, который я помню. Хочу подчеркнуть, что я посещал все заседания, но Арашукова на них не было. Мы недавно с коллегой обсуждали этот момент, и он вспомнил, что на первом заседании после назначения он все-таки появился, забрал удостоверение и исчез. Думаю, он с измольства шел сразу к креслу сенатора, а депутатство было нужно ему для записи в трудовой книжке. Итак, Сергей Горло о работе в кавычках Рауфа Арашукова в Ставропольской городской думе. Отмечу кратко. Значит, он избрался, по-моему, осенью, на этом выборах, в году 2004-м. Я ни разу в думе его не видел. Я посещал все заседания. В принципе, я не вру. Вы просто позвоните, и все, людям он не ходил. Наверное, да, он шел к сенаторству измольства. И о его депутатских делах я не слышал. Вы думали, в смысле этого, он бы там выступал как Робеспьер, что ли, или что? Я обменивался вот недавно, да, я говорю, слушай, а ты видел там хоть раз Рауфа, Рауковича? Он говорит, я его видел на каком-то первом, что ли, заседании, где ему вручили. Вот, по-моему, он был, ему вручили удостоверение, и вот пропал. И большего не было видно, да. Вот такая вот интереснейшая публикация в газете «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» Продолжение следует...